Продолжаем тему игр. Переходим к сервису Джойтека. Это конструктор, созданный учителем информатики, который позволяет создавать игры разных типов. Здесь можно создавать квесты, викторины, тесты и свою игру. Вот про них я и поговорю. Есть там еще викторина «Объясни термин», но она не такая интересная, это больше для учителей подойдет. Давайте я самые такие интересненькие вам расскажу истории. Первое – это квест. Ну, собственно, за что Джойтеку любят и знают, это за то, что нам позволяет создавать квесты. Квест называется «Выйди из комнаты». В чем задание? Нам нужно двигать разные объекты внутри комнаты, открывать шторы, на картины нажимать, подушки двигать, можно кошечку подвинуть, наверное, ящики открывать, корм кошачий. Ну, в общем, совершать какие-то действия. Ну, здесь миска есть, соответственно, надо кошечке корма насыпать. В общем, нам нужно в этой комнате найти подсказки и вопросы. В качестве подсказок могут быть разные предметы, которые нам помогут что-нибудь. Ну, например, если в картине зашифровано какой-то вопрос, а там написано «Мелкий шрифт», то здесь где-то в ящиках может быть лупа. Ее нужно найти, соединить картинку и лупу, и получается, что… В общем, а это не на «Лернис» похоже, это бывший «Лернис». Сервис «Лернис» изначально он назывался, он и сейчас существует, этот сервис просто. Сейчас создатели агитируют всех переходить на джойтеку. «Лернис» пока не закрылся, но рассказываю вот про новейшее. В общем, все то же самое. Только здесь и комнат больше, и возможностей немножко больше стало. Здесь где-то есть вопросы, и если на них правильно ответишь, дверь откроется, и квест будет пройден. Как работать с джойтекой? Сначала выбираем локацию. Здесь бесплатно, сразу скажу, что сервис условно бесплатный. То есть здесь есть платный премиальный тариф, который можно купить, но есть и бесплатный, и он позволяет создавать 20 разных интерактивностей в общем списке. Например, выбираем квест, комнату для квеста. Под каждой комнатой подписано количество заданий от 3 до 8, и сложность квеста. Если зелененький, это значит очень простой квест. Если желтый, более сложный. Самый сложный помечен красным. Есть премиальные комнаты, ну вот примерно 20 было бесплатных, и еще сколько-то было платных. Они такие более сложные, более продвинутые, но даже бесплатного функционала вполне хватит. Итак, начинаем с выбора. Дальше нам нужны вопросы. Вот у нас 4 задания. К каждому заданию мы прикрепляем вопрос. Открытый, множественный выбор или одиночный выбор. Ну, знакомая нам история, все то же самое. К каждому вопросу можно прикрепить картинку. Если у нас открытый вопрос, то мы должны предусмотреть разные варианты, которые могут дать дети. Например, как называется сказка о Маршака? Она называется «Кошкин дом». Но можно ее написать в кавычках, эту сказку, а можно и без. А можно вообще с маленькой буквы написать. Но ответ-то будет правильный. Поэтому здесь нужно предусмотреть разные, ну, сколько вариантов возможно. До 10 можно вписать разных, чтобы они засчитались как правильными, и дверь открылась. Ну, и так к каждому вопросу. Вот это конструктор для одиночного выбора. Тут очень просто, нужно просто правильно отмечить галочкой. Ну, а с множественным такая же история, только отмечаем уже несколько вариаций. Ну, вот мы их 4 все собрали, сохранили, настроили. Ну, и дальше открываем квест, и все готово. Мы получаем на него ссылку. У него нет кода для встраивания, но есть ссылка, ссылкой можно делиться. В социальных сетях, на сайте, в блоге, где считаете нужным. На основе тех же самых вопросов можно создать классическую викторину. Тоже там открытые, закрытые вопросы. Сейчас я вам ссылочку отправлю, чтобы вы посмотрели. Это классика жанра. Тоже на Лене написано чем-то похожее. Пожалуйста. Ну, вот скриншотик так выглядит. Там только конструктор немножко поменяется. Вот мы придумали вопрос. Опять выбираем, какой он будет открытый, закрытый, множественный, одиночный выбор. Картинку прикрепляем, правильный ответ отмечаем. В платном тарифе, в премиале, там можно начислять баллы. По умолчанию просто будет за каждый ответ правильный балл один. А так в премиальном можно еще прописать по каждому вопросу разную сумму баллов. Ну, и через кнопочку «Добавить» переходим к новому вопросу. Есть еще здесь видеовикторины. Так называемое интерактивное видео, где внутрь видеоролика вставлены вопросы. Вот вам ссылочка. Как это работает? Здесь такая же самая история. Внутрь видеоролика мы его добавляем с канала YouTube по ссылочке. А внутрь этого видеоролика можно вставить множественный выбор, одиночный, открытый вопрос, комментарий и предисловие. Предисловие – это то, что в начале ролика подписывается. Какое-то можно задание написать, аннотацию, все что угодно. Ну, а все остальное прямо вставляется внутри. Как это выглядит? Мы запускаем видеоролик. В нужный момент, когда нам нужен вопрос, вот именно в этом месте просмотра, мы нажимаем на паузу, выбираем вопрос с правой стороны. Здесь у нас время появления его на экране. И отмечаем правильный ответ. Дальше сохраняем это все, опять запускаем ролик, смотрим его дальше, опять в нужный момент ставим на паузу, добавляем следующий вопрос, например, с множественным выбором. И вот так у нас на ленте времени будут эти вопросики отображаться. Знак вопроса – это вопросы, а знак восклицательный – это комментарий. Комментарий ответа не требует. Вот он так выглядит. Нет, это просто ваше дополнение к видеоролику. Допустим, непонятно, например, в этом ролике упоминается английский поэт Перси Пиши Шелли. Не все его знают, поэтому вот небольшой комментарий, кто это вообще такой. Он тоже будет появляться прямо внутри видеоролика. В заключении участники тоже смогут получить информацию, правильно они ответили или нет. Сделать это с помощью настроек можно. Вы можете собирать результаты просмотра, то есть смотреть, сколько там участников поработало, сколько ответило. Можно даже запрашивать данные. Это если вы учитель и хотите узнать конкретно, кто из учеников, что ответил. Можно разрешить видео назад возвращать, если хотите. Ну и показывать результат желательно участникам в конце. Там они узнают, где они ответили верно, а где неверно. Вот такая история с видеовикторинами. Ну, а для участников она вот так будет выглядеть. Вот здесь список всех вопросов, а вот они на ленте времени вот так отображаются. Ну и своя игра. Ссылочку я вам не дам, потому что это игра, что называется, для внутреннего пользования. Она сохраняется в личном кабинете и играют в нее здесь и сейчас. Вот этот конструктор создается заранее, а дальше участники отвечают на вопросы, получают баллы. Ну, как все в своей игре. Такая же история. Конструктор выглядит так. Ну, похоже на квест. Вот. Здесь у нас несколько категорий. В каждой категории по пять вопросов. Первый самый простенький, пятый самый сложный. Здесь сложность в чем, что вопрос здесь добавляется не как текст, а как картинка. Для этого нам нужно заранее в Powerpoint, например, сделать эти вопросы в виде картинок и сюда уже их просто загрузить. Это все быстренько делается по каждой категории. Вот. И после этого у нас вот такая вот сеточка появляется. У нас тут пять категорий по пять вопросов. Ой, господи, четыре категории по пять вопросов. Двадцать в сумме. Ну, дальше начинаем играть. Участников. Здесь максимальное количество участников пять человек в бесплатном тарифе. Ну, можно создать пять команд. У каждой будет один смартфон. Участники получают код от этой игры, входят по этому коду на сайт и попадают, ну, как будто бы в виртуальную комнату. У них на экране появляются вот такие вот надписи. Да. Ведущий работает вот с этим большим экраном, который я вам показывала, с категориями и с вопросами. Он нажимает на категорию, на вопрос, участники выбирают. Вот, открывается вопрос, его ведущий читает. Подождись вопроса. И дальше, после того, как, собственно говоря, вопрос зачитан, показан, появляется надпись «Нажми, чтобы ответить». Здесь смартфоны выступают в роли таких кнопок, как в бренд-ринге, что ли, на которые можно нажимать. Кто быстрее нажал, тот и первый отвечает. Вот. Если высветилось «Отвечай», значит, ты самый первый ответил. И, собственно говоря, можешь отвечать. Здесь, кстати, вот баллы у каждого участника прописаны, сколько он насобирал. Дальше. Вот так выглядит участник, который отвечает на большом экране. То есть, вот, допустим, некая Ира нажала на кнопочку «Первая», попалась ей вот это животное, надо назвать, как оно называется. Если она ответила верно, ведущий ей зачисляет 200 баллов через кнопку «Плюс». Если ответила неверно, отнимает через «Минус». Сводная таблица результатов всех игроков будет вот здесь, с этой стороны. Это очень удобно, сервис все за нас посчитал, все сделал, наша задача – только поиграть. Довольно интересно это происходит на мероприятиях, в режиме реального времени, в библиотеке или в школе. Так что вот, можно попробовать.